так в общем делаем сегодня самурай чанку молоденько то что мне нужно за контурить накидать зацарапать я уже сделал сейчас приступаю к полному по плотному покрасу будет самурай и будем делать растушевку в грейвоши ну а все остальные маленькие детали и нюансы будет опять же делаться тройкой rl и семерка rl ну все нюансы детали мелочи все вот эти в лице волосы и все остальное сейчас плотный покрас самурая так плотный покрас такая штука интересная самое главное плотном покрасе немножечко убрать вылет иглы то есть не чтобы не травмировать излишне кожу если не получается прокрасить первого раза это более позволит скажем так продлить повысить ресурс кожи и вот такими соответственно натягиваем кожу и вот такими круговыми движениями мы максимально плотненько прокрашиваем то есть никуда не торопимся но и естественно не замедляемся настолько так чтобы раздолбать кожу да уже много раз показывали сегодня прям вот но кстати киви модуля киви 13 раунд magnum да поехали я буду вкрашивать не от самого контура потому что от контура я буду прокрашивать потом с меркой рисом еще поэтому вкрашиваю прямо вот практически в центр ну как тебе по больнее чем это единственное место плотное такое много где он в принципе терпимо ну такими движениями заерзал досмотрю вот и вот от краешка грубо говоря там отступаем пару миллиметров и погнали в сторону самое главное помнить про стык чтобы между проходами не было стыка можно быстреньким движением таким вернуться назад чтобы убрать его вот таким вот образом раз и готово очень быстро и неплохо очень аккуратно чё говоришь чай с сахаром и нормально будет почему-то мне это мне с этим уже родился походу никакой лишней крови кстати вообще никаких лишних выделений да ничего абсолютно минимум травматично вот кстати опять же таки машинка стигма пожалуйста с прохода раз и все и она танка и сейчас мы еще по окончании вот этого плотного такого покраса большой площади проверим насколько плотно она все прокрасилась чтобы если что красануть еще раз в том месте где это нужно и больше не возвращаться сюда вот и теперь начинаем вкрашивать контур рс . потому что рс . это удобнее всего делать вот таким вот образом тоже натягиваем кожу и пошел такие больные вот и вкрашиваем контур чтобы у нас не оставалось просвета между прокрасом и контуром можно отвести и прокрасил потом проскочится прям быстренько вот таким вот образом тем самым мы создаем минимум травмы максимум полезной нагрузки максимум полезной нагрузки кожа не успевает слишком сильно раздражится или как там раздразнится как это вот ну типа того да то есть она не так сильно краснеет потому что долго на одном месте не работаем не елозим пятнышко раз вот и смело можно работать у нас ресурс кожи еще сто процентов поэтому можно прям уверенно красить процессе работы конечно когда вот уже там раз два три допустим прошелся по какому-то месту там уже нужно более внимательно к этому сейчас пока можно прям уверенно работать не стесняясь так сказать ну и не грубить киви резко семерка очень приятно работать кожа еще прикольная белая молодая свежая это конечно тоже дает свой плюс упругость хорошая да тургор тургор хорошего кожи то есть она ну такая увлажненная достаточно то есть насыщенная водой упругая кожа упругая кожа очень приятно работать по такой кожи редко когда найдешь такую кожу поэтому когда когда находится такая кожа рука руками и ногами да как бы но стремишься любыми доступными способами и средствами удержать этого человека рядом чего и давай тебе бесплатный тату будешь моей модели да ты чё серьезно круто и начинаешь короче издеваться над человеком в хорошем смысле слова красить его всякими картинками интересными заколачивать заманивать да да ты только приходи будься заебись ха 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 на таких местах можно уменьшить чуть чуть скорость тачки чтобы она как можно нежнее работала и уверенно также красить но это те кто не уверен в том что не расхерачит кожу можно вот такому моменту то есть на деликатных каких-то участках кожи в местах можно снизить обороты чуть-чуть убрать вылет и поелозить подольше ну опять же таки это чревато последствиями потому что кожа может быть может не выдержать просто этого всего поэтому надо быть внимательным и аккуратным с первого прохода стараться во всяком случае ну если не получается то пара заходов точно есть в запасе а погнали красить да дыму чуть дымочку делать грейвошиком значит на смотрите ситуация такая очень многие работать начинают сверху ну чтобы потом не тереть уже по по пробитому по рабочей к проработанной какой-то поверхности это в принципе с одной стороны правильно но есть один большой нюанс когда ты работаешь на таких участках работая сверху отек опускается по мере того как ты работаешь тоже также вниз и вот здесь когда ты уже в конце работы своей ты работаешь уже по дикому отеку это но для меня это конечно неприемлемо поэтому я начинаю работать снизу вверх потому что отек будет опускаться сюда уже на проработанную участок и я сюда уже возвращаться просто не буду и для меня это как бы но я взял себе за правило чтобы у меня вот то вот так вот это все было поэтому начинаю работать снизу и погнали как раз у нас тут снизу будет более темная и вверх будет уходить более светлая поэтому кожа не успеет покраснеть сверху поэтому работать буду по свежей по остывшей кожи и буду видеть какие-то на я кладу естественно поехали поехали так так моя любимая лопата да 13 раунд магнум и начинаем здесь уже на меточки есть где мне надо красить ну естественно я сверяюсь со своим исходным исходником по которому я работаю и вот так вот маятничком мы начинаем раз перестать перескакиваем чуть-чуть и вот сюда уходим и начинаем сращивать вот таким вот образом работу потом мы делаем вот здесь вот и полегонечку потихонечку набираем тон который нам нужен да но немножечко неудобно честно вот вывернуть надо ручку чуть-чуть а отлично вообще вот так вот прям круто ну вот так вот прям потерпеть надо да прям неприятненько да мощно мощно да но пока одинок сильно больно просто прям неприятно ну да то что их много ну как говорят мужик должен вытерпеть свою дату ну да он должен ее прострадать ну да прострадать ну как бы это так так значит там принято так и мужчин или что типа ну вот как бы вот или как это можно не знаю как это еще да так это и называется ну да ты типа должен как бы тату свою вот вытерпеть выстрадать да выстрадать да и мы там девчонки бейсболами и как-то еще мужики обычно в это вкладывает уже какой-то смысл ну многие и не важно то есть как бы это во времена да шаманов майя чуваков когда они друг друга там кололи копьями то есть это какой-то обряд посвящения ну да своеобразная такая тематика типа там воином превращается там и становится обряд инициации из юноши в мужчину очень место практики да согласен поэтому я всегда начинаю работать здесь с этого момента потому что проще типа проходишь обряд инициации типа как мужчина должен вытерпеть и выстрадать или не умереть и вот таким вот образом маятниковыми движениями набираем как я уже говорил я всегда работаю маятником потому что нету жесткой границы ни здесь ни здесь на выходе а в центре мы имеем уже какой-то тон и потом я уже от этого пятна начинаю плясать дальше это всегда проще это всегда выгоднее это сохраняет ресурс кожи для нас чтобы мы могли подольше поработать вернуться на то или иное место если посмотреть если кто-то из вас в инстаграме подписан допустим подпишитесь на дэвида вегу дэвид вега чувак просто блин делает такой бешеный грейвош вообще я прям ну вот смотрю на него это чел блин у него такая техника сумасшедшая лютейшая вообще в этом плане он ну он не работает черными тонами он работает тупо светлыми тонами но он настолько набирает оттенок мягко или же этот ааа как же он блин забываю каждый раз как его зовут чувак работает и грейвошем и сильверами одновременно Карлайл Карлайл какой то там блин забыл короче как его зовут тоже постоянно обращаю внимание на его работы очень нравится но он совмещает очень прикольно именно и грейвош и сильвера ну реалист короче бешеные вообще в этом плане такие сумасшедшие работы делает что просто прямо хоть падает вот там где у нас темные участки мы начинаем вырабатывать сначала какую-то общую форму даем и потом уже начинаем потихонечку полегонечку и естественно потом залезаем сюда либо семерочка и релом укладываем под линию все это дело либо либо рс очкой тоже так же аккуратненько мягенько ну можно можно даже маленьким каким-то магнумом залезть то тоже самое девяткой или семеркой не суть важно главное результата достигнуть поставлено перед собой вот так ага ага поехали сюда таким образом нам дает максимальный контроль над набором пигмента вот как мы набираем тональность нашу и ресурсность кожи сохраняет нашу ну и человеку естественно не так больно как плотное вколачивание такое прям жесткое дикое и кожа практически не краснеет то есть мы работаем по относительно черену в относительно светлой кожи что нам дает возможность видеть где мы сколько чоков какой тон положили какой тон набрали это мид это все мид пока вот средний тон который преобладает у нас вот именно внизу в рисунке да вот за вот этот вот цвету и потом я просто в некоторых моментах я потом углубляю там где мне нужно и все то же самое делаем вокруг самого самурая вот такими вот элегантными движениями легким движением набираем потихонечку тон который нам нужен а это как вот это как по чуть-чуть полегонечку потихонечку торопиться никуда не надо татуировка сперш спешку вообще не любит вообще никоим образом это прям татуировка и спешка это несовместимые вещи да или партак то есть лучше делать не торопясь но качественно не вот так вот можно сеткой набирать сначала в одном направлении поработали а потом поработали в другом направлении и вот таким перекрестом мы набираем еще плюс кончик наш то есть но можно можно пара разными техниками это все делать но когда допустим не удобно в одну сторону красить можно покрасить сначала в одну сторону а потом покрасить это все дело в другую сторону набираем оттенок и вот так вот скачем с места на место чтобы кожа сильно не краснела полегонечку потихонечку вот таким вот макаром раз и все чик 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 ну по сути большинство да потому что здесь мелкая детализация вот эта вот вся проработка она как бы но не любят больших игл здоровых поэтому я буду делать ее все вот такими вещами да во первых везде можно подлезть во вторых как бы но более более аккуратно более четко более грамотно это будет выглядеть поэтому лучше конечно это делать маленькими иголочками они лопатами я тоже раньше думал что надо чем шире тем лучше и мягче нет на самом деле я ошибался после того как посетил несколько занятий с одним человеком по реализму он я сказал что хочешь работать в реализме будешь начать работать маленькими иголочками потому что реализм не любит здоровых игол вообще никаким образом все нюансы все морщинки прожилки и все 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 остальное в таком духе это все надо делать маленькими иголочками более реалистично получается более мягко сглажено никаких проблем вот так что такие вот дела вот тут как раз сделаем такие штучки ну семерка еще куда не шло работать а вот тройками вообще прям да прям очень внимательно аккуратным быть потому что тройка такая иголка которая не прощает ошибочек вообще никаким образом то есть если чуть заглубил здравствуй подплыв сарапать ими прикольно а вот но крашить конечно если не умеешь то очень сложно будет такие вот тоненькие линии получаются потрясающе так давай-ка вот здесь вот на меточку взял вот смотри практически не кровит крови только там где семерка и рыска и доведешь здесь где р.л. р.м. красила там вообще никаких нет проблематики никакой даже не с не сочится ничего это говорит о том что на ну на правильную глубину без лишней травмы кожа приятная у человека поверни чуть-чуть вот в эту сторону вот так да очень быстро это прям но для меня ну как бы давно я такой кожи не видел скажем так чтобы вот прям вот так вот хоп-хоп и все делаем вот такие на меточки где у нас должна быть я вот эта штукенция а потом будем красить а потом будем красить а потом так и 她 Cl нет в м вот и вот таким вот образом потихонечку полегонечку мы ну да делаем дым очку вот такой вот ну естественно это такой как бы подложечный вариант подложечный подложка чтобы в дальнейшем просто сделать более мягкие грамотные переходы там где-то нужно из контура в контур аккуратненько чик-чик-чик-чик намечаем там где нам это нужно вот такими вот движениями сеточки кстати очень прикольно работать именно сеткой накладывать крест-накрест это убирает вот эти вот если возможно остаются какие-то пиксели от прокраса и делает более равномерный мягкий такой тон кладется получается на выходе и потихонечку полегонечку вот таким вот образом и выходим в более светлой вот аккуратненько раз главное чтобы не было каких-то прямо ну жестких четких линий там где они не нужны то есть вот в таких местах линии здесь абсолютно вообще не нужны ну да если нужно их наметить то это делается blood line им именно но техника кровяных линий как говорится но этот царапочки получаются такие если даже не доходит до линии грубо говоря да там но вот в крат когда мы делаем кладем ничего страшного самое главное чтобы не было грубой жесткой границы а если будет пятнышко такое как бы но она будет растушевана очень приятно мягенько не будет какой-то жесткой границы это будет очень хорошо да это будет дымочек такой мягкий с переходом таким прям плавненьким вот и вот здесь вот вот в этом месте можно конечно соединить но я вот так вот сделаю прям самым лайтом extra light возьму и вот таким вот образом сделаю то есть уберу явную границу но светлое место останется тем самым даже я уберу вот и возможно возможные пиксели какие-то вот в этих местах то есть когда ты кладешь более светлый тон на привет рамчик я подожди секунду когда ты кладешь более светлый тон на более темный прокрашиваешь также ты убираешь как раз вот это вот пиксели которые могут образовываться если заполняю что пространство и у тебя более мягкие ровный тон будет лежать все что сегодня день прям посещение так сейчас короче уплотняем в некоторых местах вот как раз уже положили градиент и в некоторых местах мы его начинаем уплотняет чтобы поинтереснее выглядело и вот таким вот образом раз вот так вот его фигак фигак ну хорошенько мягенько хоп-хоп-хоп вот таким вот образом ну да то есть мы его делаем больше такого как бы я сейчас еще возьму релочку и в одном месте до работы все ночи вот мне не нравится вот этот вот острый вот этот уголочек я сейчас его вот таким вот образом мягче хорошо лишь хорошо таким вот образом ну раз да я ему форму просто изменил немножко но мне не нравился тот острый уголочек я вот таким вот образом его из меня и сейчас вот таким макаром я буду добавлять в некоторых местах где мне нужно чтобы более-менее такой прям но поинтереснее короче был дымочек такого вот с такими штукенциями раз да но и сразу меняется как интересно сразу начинает выглядеть это все и вот таким образом вот здесь то же самое ну так здесь как раз еще вот здесь вот можно углубить выровнять немножечко конструкционно и вот сюда его увести вот таким вот образом и вот таким вот макаром дорабатываем дорабатываем потихонечку полигонечку мы добиваемся нужных нам результатов ну и обыгрываем саму ты потом эти хвостики сглаживаете? какие? нет нет я так и оставлю но они будут светлые очень что значит боже не знаю но тебе если тебе не нравится это не говорит о том что это плохо правильно? ха-ха-ха-ха это классическая японская дымка получается да вот с такими вот вещами серьезно? ну а не облачка так рисует и все остальное поэтому я поняла я думаю с чего ты вдруг этот орнамент решил такое сделать вот эти заготушки да-да ну и что вы там? мы купили? ааа двое вот так вот беленький да сразу раз зашел сейчас еще разочек промоем достаточно просто дать какой-то акцент и все и работа совсем по-другому начинает выглядеть и что в цветочку? ну я ж такая же я знаю что ты любишь и я думаю что ты ниреет везде везде белого понатыкать везде белого понатыкать везде белые вот Ага она как будто стойко в сердце у ребенка ну да хоть в нечём ну как бы ни в нечём ну как будто не пискал ни в нечём молодец да так и это самое ухо там буквально вообще прям чуточку-чуточку так уха 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 ухо 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 злое ухо давай серебро и сделаем давай просто кружочек сделать и все ладно как скажешь нет так нет чё ну так а то ебать гейши жив такая деваха рубаха все а точно подносу ноздрю вот так нос да а ты носик как носик курносик ёпта все итак чё мы видим мы видим татуировку в руке работал сегодня 7 rl 30 13 раунд magnum 9 раунд magnum и 7 раз 30 до тройки до 3 арел так и не дошло вот в общем чем мы сделали мы сделали гейши доработали дизайн немножечко сделали ее в таких как бы ну прям прозрачных прозрачных тонах фоновую композицию вот ну то есть фончик сделали вообще просто разрачный основное внимание у нас будет сюда и вот сюда то есть но основное конечно будет сюда на лицо так как у нас эта фигура чисто вспомогательная для какой-то фоновой композиции на так девочка очень прикольная симпатичная вот в общем вот такие дела да всем пока